Друзья, всем привет! У нас холодает, температуры ночные опускаются до 0 градусов, пора заносить растения с балкона. Места дома не хватает, поэтому распродажа! Скидка будет 15% на все растения, минимальной суммы заказа нету. Можете заказать хоть на 300 рублей, ну естественно учитывайте доставку еще. Доставка будет с утеплителем, все будет с растениями хорошо. Но почтой только первым классом буду отправлять, поездом не буду. Растения и приехали новенькие, остались старенькие, поэтому давайте смотреть, что есть. Напоминаю, что приобрести растения можно на сайте rainbowvsucculent.ru, я подпишу, ссылка будет в описании. Или можете сразу выбрать растения из видео и написать мне в WhatsApp, либо с названиями, либо со скриншотами, как вам удобнее. И там я вас уже сориентирую по ценам. Поехали смотреть, что тут есть. Anacompseros. Большой горшочек. Будет продаваться и целиком горшочком, и половинкой горшка, и по одной штучке. Но он, конечно, обалденный. Постоянно цветет, завязывает семена сам. Розовый, яркий такой, классный. Вот такая красу лавариегатная. Она вообще классная, очень мне нравится. Редко я ее встречаю в коллекции. Эхиверия Гавоида Сэбани. Она огромнейшая. Вот горшок 5 сантиметров, и она сама очень-очень крупная. Будет с яркими красными листьями такими, каемками. Обалденные. Эхиверия Хукери. Такие вот у нее длинные, необычные листья, форма листа. Интересная. Грабтоверия Сильверстар. Эхиверия Гилва. Обалденная. Она мне нравится, когда она просто зелененькая, но вообще она края свои окрашивает обычно. Эхиверия Лола. Разные размеры, соответственно, немножко по разным ценам они будут. Но по сути они примерно одинакового возраста. Просто вот эта была полита, как вы понимаете, а вот эта была менее полита. Но скорее всего перед отправкой вот эту полили, а вот эту не полили. Еще есть вот такая вот большая, ну как, относительно вот этих малюток, большая Лола. На любой вкус и цвет. Эхиверия Нионбрекерс приехала снова в большом горшке, но уже не в таком огромном, как в прошлый раз. Ту я пустила размножаться. Надеюсь, скоро у нее будут детки, а пока что есть вот такие вот несколько штук. Вот такая эхиверия. По-моему, это эхиверия Мэнса, но не точно, не помню название, не могу вспомнить сейчас. Очень красивая она. Будет под лампами или под солнышком. Классная. И вот такой Граптопиталов, тоже не помню название. Его называют красивый, потому что он цветет обалденными яркими розовыми цветами, такими очень красивыми. Приехал под названием Граптопиталов Вега, но это не его название, у него одно немного другое, я подпишу. Взяла снова немного Хоббитов, эти не такие красные, как в прошлый раз были. Ой, вот у меня осталась одна деленка с прошлого раза. Вот такие вот они приехали, краснючие. Ну, намного краснее, чем сейчас у меня, потому что солнца им, конечно, не хватает. Ну, эти зелененькие, бодрые, крепкие. А вот этот бы полить, конечно. В общем, Хоббитов тоже на любой вкус и цвет, и размер, и кошелек. Седум Буррито и Седум Рубротингтум. Это Буррито, это Рубротингтум. Я на них раньше вообще не смотрела и не планировала брать никогда, потому что, ну, я думала, что они максимально распространенные, они дают там деток от каждого листа, да, ну, и это Седумы. А потом взяла несколько раз, и их почему-то сразу же забирали. Я подумала, что, наверное, не у всех они есть, поэтому вот взяла в этот раз побольше их горшочков. Эхиверия Ромелет, она листиками немного похожа на Лолу, но окрас у нее совершенно другой. Эхиверия Сед Оливер, вот такой вот волосатик классный. Я ее чистила, 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 так и не вычистила. Вот есть Сед Оливер волосатик, а есть Эхиверия Фрости, которая не крестатная, обычная. Эхиверия Полидонис. Приехала, как Эхиверия Ронда, я посмотрела, поискала, по-моему, такой нет. Так что это либо вот Полидонис, либо какой-то ее гибрид. Еще есть вот такой у меня гибрид Полидонис. Название подпишу. Листья у нее потолще такие, и каемка как будто поярче. Опять же, она у меня стоит на восточном окне, абсолютно без ламп. Сейчас осень, солнце ей почти не достается, только свет. Но она все равно такая вот яркая, красивая. Поэтому, поэтому, что вот Эхиверия Полидонис, что ее гибрида, это абсолютно универсальные растения, они даже подойдут для восточных окон. Ну, конечно, желательно им поярче солнышко, побольше света, но не у всех у нас есть условия, да? И вот это такие растения, которые прям потрясающе выживают везде. Эхиверия Миранда. Тоже такие классные листья у нее. Мне очень нравится форма листа интересная. Красула Фасциата. Ой, Красула, господи, что я говорю? Хавортия. Хавортия Фасциата вариегатная. Их несколько штук пришло. У кого-то побольше детки, у кого-то вот такая одна мелкая детка. Ну, вот две, да? Все классные такие. Мне тоже очень нравится форма листа. По-моему, уже третий раз мне нравится форма листа. Но действительно она такая лодочкой. Прикольно. А, про деток начала говорить. Кто успеет, у того будет больше деток. Кто первый. Потом по уменьшающей, так сказать. Вот такое растение мне пришло под названием Красула. Рубра, что ли. Всем понятно, что это никакая не Красула. Это какая-то коллизия. Понятно, что мы здесь про суккуленты больше собрались. Но если кто-нибудь захочет, она будет по закупочной цене. Приехала несколько штучек Ахивери и Блубёрд. Вот у всех вот такие вот листики, опущенные вниз. Будет красавица и потрясающий. Но сейчас такой немножко утенок. Еще приехала куча литопсов. На этот раз маленьких, малюсеньких. Коршочек 5 сантиметров. Но они прям малявки. Я их рассадила. Где-то по 5 штук, где-то по 3 штучки. Разные цветовые решения, так сказать. Ну, в общем, есть из чего повыбирать. Будут по 50 рублей за штучку. Ну, а 3 штук. Потому что они все-таки любят компанию. А Полина такая приехала. Крупная мадам. Если заберут, то хорошо. В ближайшее время. Если нет, то пойдет тоже под снос головы. Будем растить деток из нее. Но она, конечно, красавица. По приезжим вроде бы все. В этот раз была такая небольшая поставка. Но если кого-то упустило, то покажу дальше. Ничего страшного. Сейчас буду показывать стареньких. Товарищи тех, что остались с прошлой поставки и с позапрошлых немного. Вот такой вот огромный алоэ. Их два штуки. Детки тут у меня подсыхают. Но ничего страшного. Живут такой вот большой. Телекодон Бухольца. Их тут несколько штук. Летом они были в спячке. Сейчас распускают свои листики. Классные такие. Сидиверия Pink Ruby. Их здесь две штуки. Одна кустиком. Одна просто крупная голова. Они по одной цене. Поэтому можно выбирать. Хотите кустиком или просто побольше одну. Но кустиком и при должном окрасе она просто обалденно смотрится. Я опускаю слюни на эти кустики. Это невозможно красиво. Портулакария Афроварегатна. Это у меня вот веточка, которую я срезаю. Черенками по 100 рублей. А есть еще кустиком. Сейчас принесу, покажу. Вот такой вот еще есть кустик. Он на самом деле достаточно большой. Вот рука. Вот он. Горшок девяточка. Котеледон Медвежьи лапки. У него будут красные кончики такие. Он, не знаю, мне кажется, до невозможности какой-то милый. Особенно вот эти малюсенькие листочки. Растет он, конечно, медленно. Но он прекрасен. Блин, не фокусится. Такие малявки тут, смотрите. По хифитуму компактуму тут вот несколько штук. Они продаются поштучно. Каланхоя фетченковая риегатная. Они пришли не сильно прям красивущими кустами. Но вот сейчас потихоньку уже обрастают. Вот эти вот маленькие листики. У меня наросли три штучки. Классное растение. Переливаться будет таким розовым, зеленым, белым. Вот еще один тоже фетченковая риегатная каланхоя. Красивый. Седу Маврора. Есть черенками, есть кустиками. Сюда я срезаю череночки. Будет розовым. Эхиверия металлика. Она у меня тут наращивала корни. Нарастила. Пора сажать уже. У нее цвет обалденный. Мне очень нравится. Вот у меня он не показывается как нужен. Сейчас попробую лампу переключить. Вот так может быть. Вот так точно нет. Ну нет, не помогло. Ну-ка, если выключить лампу. Еще хуже. Понятно. Не помогло. Ну короче, цвет они очень-очень красивые. Мне очень нравится. Ну и листья необычной формы такие. Классные. Эхиверия пурпузорум. Ой, что тут? Камушки какие-то. Пурпузорум сидит с каланхой от аментоза нигра. Несколько черенков осталось. По-моему, они даже с корешками уже должны быть. Ну, бурпузорум, конечно, красавица. Вообще. Красула с фанзой. Гибридная красула. Осталась вот такая одна. Самая несимпатичная, скажем так, к сожалению. Потому что всех симпатичных разобрали. У него здесь стволы вытянуты немного. Ну, видите. Макушечку наращивает классно. Эхиверия шевиана. Тоже такая большая капусточка. Тут вот корешки у нее нарастила. Нарастила. Классный. Эхиверия полюкс. Просто огромная мадам. Раскинула свои листья. У меня она такая розовая, компактная. Это тоже можно сделать такой. Либо оставить как есть. Жирненько такой. С раскинутыми листьями. Кателедон. Томинтозовый, элегантный. Вообще милый, милый такой. Волосатик. Эхиверия фрости. А я ее уже, по-моему, показывала. Да, показывала. Такое деревце классное. Есть еще фрости крестатные. Попозже покажу. Они у меня в другой комнате. Седум Ньюс Баумера. Тоже есть разные размеры. Ну и немножко разные цены. Седум Кловату. Голландский. У него вот такие вытянутые листья. Ну, естественно, будет покомпактнее. И остался один итальянский. Седум такой. Так, фокусируйся. Такая одна штучка. С малявкой. Пахифитум Фиткай. Ему надо много-много цвета для цвета. Крестовник ползучий. Вот такое вот деревце. Я здесь уже отделяла деток. Поэтому он будет подешевле. Я его, наверное, просто заново сфоткаю и выставлю. Фаукария тигрина. Они приезжали совсем мелкие. Сейчас уже вот наращивает свои коготки. Уже прям видно, что тигрина. Потому что приехали они. Вот тут вот совсем ничего нет. Адромискус Купера. Вот тут, видимо, его прихватили. И вот здесь растут два новых. Классный. Красула. Какое-то название, не помню. Она окрашивается красненьким совсем немного по краям. Ну, вот здесь видно на новых листиках. И очень приятная на ощупь. Вообще такая классная. Еще есть вот такой адрик. Так, фокусируйся. Но он только-только наращивает корешки. Я его еще не выставляла. Считайте, как новый. Классный. Красула Бен. Она приезжала сильно-сильно-сильно вытянутая. Я ее обрезала, переукоренила. Сейчас тоже. Как новинка. Эхиверия Черный Рыцарь. Красивая такая. Мне очень нравятся эти длинные листы. И цвет ее, когда она в должных условиях. Еще есть эхиверия Черный Принц. Она, конечно, зелеваная. Но будет классная. Да, она и сейчас уже. Очень даже ничего. Красула Авата, которая с маленькими листьями. Вылетела из головы название. Блин, ну подпишу, ладно. Подпишу. Они у меня все такие жухлые здесь. Потому что стоят на балконе. И не политые совсем. Боюсь, что могут замерзнуть. Как только пойдут в квартиру, сразу же полью. Обещаю. Ну и зато они готовы к отправке уже. Эхиверия Рундели. Смотрите, какая она у меня уже макушку нарастила. Вот это вот все здесь. Все домашнее. Там детка она. Тут куча сухих листов. Ой, ну вон детка маленькая. Классная. Колонхоя Куропатка. Колонхоя Бихоренсис. Можно его поодиночке. Самые большенькие продаются по 50 рублей. Можно весь горшочек. Колонхоя Фетченко. Это обычное, не варигатное. Оно продается поодиночке. И кустикам тоже. Краптоседум Бронз, который сейчас абсолютно не бронз. Вот ему, как никому, надо много света для окраса. Желательно, конечно, еще и перепады температур. Но у меня под лампами он такой достаточно бордовенький. Вот такая стапелия крестатная есть. С красавицей. Сетеверия Летиция. У нее тут детка. Где-то была еще Летиция побольше, но я ее пока не наблюдаю. Возможно, ее уже нет. Вот такая красула. Это половинка горшка. Она уже вовсю густится. Классная. Колонхоя Заячьи ушки. Один такой большой, не кустиком, а один огромный. Колонхоя Томинтоза Шоколадный Солдат. Он вот здесь вот скручился. Смотрите, как влегся стебель. Здесь корни дает. Короче, ему срочно нужны заботливые руки. Потому что стоял он у меня где-то в углу. И вот такой вот получился. Похифитуму в эферу. Эхиверия Деренберга. Она растет башенкой вверх. Но вот здесь все равно видно стволик. Она немного потянутая. Их несколько штук. В каком-то горшке вообще две штуки. Такие большие. Все по одной цене будут. Эхиверия Апус Кристалтная. Она, по-моему, одна осталась. Краса уложена плавновидная. Котеледон Арбекулата. Их куча всяких разных деленок, размеров. Можно выбрать подешевле, подороже, побольше, поменьше. И итальяшка там есть. У итальянца, у него листы чуть поменьше, потолще. Вот такая красула варегатная есть. Она продается по одиночке. По одной штучке. Эхиверия Милака одна осталась. Тоже потекушечка. Она наращивает хорошую макушку. Глотифилумнели. Остридия Веллютина. Репсалис. Репсалис еще вот. Ой, выпал. А, нет, он в другом горшочке. Репсалис еще вот есть. Но они одинаковые. Каланхоя Реофилла. Очень-очень она такая мягкая, нежная. Вообще обалденная. Каланхоя Пумила. Седум Магнум. Эхиверия Орион. Такая крупная мадам. Красавица. Красула Арборесканс. Она продается черенками. Вот здесь два штуки осталось. Малявки Астрофитумы. Еще есть пара штук. Есть еще вот такие Астрофитумы Каприконы. Такой и вот такой. Что интересно, название у них одинаковое. Но по внешнему виду они абсолютно разные. Скорее всего там какие-то... Какая-то путаница в названиях. Ну вот. Классные такие. Эхиверия Гарнет Лотус. Это уже пошла Италия. И Астрофитумы Теев. Ой, Эхиверия, господи. Красула. Красула Гарнет Лотус. Это уже пошла Италия. И Астрофитумы Теев. Вот эта красулка. Она невероятно огромная. Тут лист подсошенный. Невероятно огромная. Такая потрясающая. Я от нее в полном восторге. Вообще. Обалденная. Я думаю ее оставить себе. Но она мне никуда не влазит. Ни на какие полки. Такая классная вообще. Эхиверия Лотус. Тут вот какая-то коцка на листе. Налет снялся. Красавишна. Огромная. Красула Ватва Регатная. По-другому Красула Триколор. Осталось три штуки. Их было, по-моему, просто миллион. Осталось вот всего три штучки. Красавишны. Крестовник Роули есть. И вот такой вот крестовник у меня еще есть. Я его пересаживаю. Поэтому позволила себе достать. Притащить. У него крупные и продолговатые бусинки вот эти. Вот. В сравнении с Роули. Кремнерия крестатная. Она осталась большая одна и маленькая одна. Была тоже огромная куча. Остались вот по одной. Нарастила корешки уже себе. Но она, конечно, вообще обалденно будет смотреться. Когда под лампой он постоит. У нее такие цвета невероятные. Переливающиеся. Эхиверия Блэк Типс. Тоже одна осталась. Ее вот здесь солнышко поджарило. Но она уже успешно наращивает макушку. Эхиверия Лола. Седум Адольфа. Он череночками. Есть побольше вот такой. Есть поменьше. Поменьше я не принесла. Поэтому. Просто поверьте мне на слово. Эониум Велюр. Греновия. Расправила свои крылышки. После зимовки. Красула Фэнтези остались только вот. Деленочками по 200 рублей они. Горшочки все разобрали. Ну, одна деленка осталась. Эхиверия Фростик Рестатная. Ну, тут вот какая-то мелкая мне попалась. Так они немного побольше все-таки. Несколько штук их есть. Крестовник Хаварта. Тут сидят у меня кучкой. Продаются по одному. Этот крестовник я просто обожаю. Он такой нежный. Растет деревцем. Потрясающий. Эхиверия Костари. На сайте она подписана как Эхиверия СП. Я там не могла определить ее вид какое-то время. Сейчас нашла. Если не забуду, название тоже сменю. Красота вообще. Смотрите. Мне вообще в последнее время начали нравиться зеленые хивери. Вот такие вот салатово-зеленые и темно-зеленые с какими-то яркими концами. Я по ним просто пускаю слюнки. Ну, это я просто для примера достала. Я ее уже показывала. Хиверия Килва. Еще есть Хаворти вот такие. Окошечные. Хаворти Айс Тити. По ней я вообще тащусь. Обалденные. Эхиверия Кубик Фрост. Это вот, которые по оценке потягушки были. Наращивают макушки. Две штучки их осталось. Эхиверия Мини Бель Вариегатная одна осталась. Есть детки. Можно целиком забрать. У нее вот здесь пятна на листьях. От грибка она обработана. Пятна уже не распространяются. Все хорошо. Такая вот потрясающая. Агава Вариегатная королева. Очень красивая. С детьми здесь. Красавица. Хаворти Амаугани. Она тут тоже с детками. Поэтому не до конца понятно, как она растет. Она растет вот так. И вот так. Пока у нее листики должны быть. Ну, и фотографии вставлю. Она прям классная. Это, кстати, уже остатки Италии пошли. Эхиверия Стрелла. Огромная. Она башенкой растет. Литопс. Литопс Одиночка. Огромный, красивый. Классный. Еще литопсы. Литопсов вообще, ну, не то чтобы много осталось. Но еще несколько горшочков есть. Вот этот цветет, например. Есть где четыре штучки в горшочке. Разные. Плея Спилос Нелли. Они тоже есть разных размеров и по разным ценам. На сайте все можно посмотреть. Красовая пирамидалис. Классная такая. Еще есть вот такая вот жирная пирамидалис, скажем так. Красок Йодрогулис. Тут три черенка осталось. Целиком горшков нет уже. Все разобрали. Только вот череночками. Седум Шталя. Их несколько горшочков. Здесь вот совсем мало штук. Ну, я не найду сейчас горшочек, где много. Но есть целиком горшочки. Седум Хинтони. Он тоже черен... Седум Хинтони. Он продается череночками только. Эхиверия Тулимоненсис. Она тут с детем. Классная, огромная такая. Жирненькая. Седум Фурфуроцеум. Пахифитум Вардаманни. Свет какой-то дурацкий. На самом деле он больше в такую розовую сторону. Хавортия Тугридо Суберекта. С детьми. Очень красиво. Фаукария Туберкулоза. Гимнокалициум Стеллатум. И какой-то ватутохинокактус. Я подпишу его. Друзья, ну вроде бы все показало. Я пока снимаю. У нас тут уже наступила ночь. Напоминаю, что на растениях действует скидка 15%. Заказать растения можно на сайте rainbowsucculent.ru Либо написав мне в WhatsApp. А дальше мы там с вами разберемся. Всем желаю хорошего настроения. Здоровых и крепких растений. И еще, чтобы нам всем поскорее дали отопление. Всем пока-пока.